Приветствую вас и ответ на ваш вопрос будет довольно простым, но это не значит, что легкий. Отец все время говорит, что не хочет работать, что устал, ему надоело, при этом он работает еще больше, при этом он проводит зависимость между финансовым положением и моими, все очень деструктивно на мне отращается и угнетает. Непонятно, от чего он хочет и при чем здесь я. Хочу давно от него эмоционально отделиться, но почему-то не получается, любую собственность, доставшуюся по наследству, он присвоил себе, ничего сам не купил. Любые деньги, которые он дает на что-то, по своему усмотрению, как некую помощь, ничего жизнерадостного мне не приносит. Как выйти из этих деструктивных отношений, если человек не хочет слышать, что у меня своя жизнь, а у него своя? Я думаю, что в первую очередь сепарироваться с физическим, то есть начинать жить отдельно. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему вы этого не сделали, а раньше я имею в виду, до сих пор. Либо у вас нет возможности, либо вы боитесь, либо вы сами к нему привязаны, несмотря на то, что, ну, как-то вот, не хотите, может быть, или боитесь это признавать, но выглядит все, выглядит все вот так, честно говоря. Вот, поэтому я думаю, что первое, с чего нужно начинать, это вот с психоэмоциональной сепарации от человека, ой, физической сепарации от человека. А дальше уже, собственно, смотреть, как, как и что делать дальше, вот. Вы говорите, что он вам дает деньги, а почему он вам дает деньги? То есть, ну, не кажется ли вам это, как-то странно, что он вам дает деньги? Ведь вы же, по идее, совершеннолетний человек. Вы не пишете ничего о том, что вы больный. Мне кажется, что идея здесь заключается в том, что вы чего-то ждете от своего отца, сами. Вот, мне кажется, что идея заключается в том, что вы чего-то ожидаете от него, причем ожидаете от него постоянно. И это проблема, довольно серьезная, довольно большая. Которая, в общем и целом, не позволяет вам адекватно формировать свою жизнь. Вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вы себе не доверяете. Вот. Понимаете, какая штука. Ну, вот, вот. Вы себе не доверяете, и отсюда проблема. Причем довольно серьезно, как мы, как мы, как мы можем видеть. Вот, вот, когда, когда так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Отец и не должен, отец и не должен, как мне кажется, ну, слушать вас. То есть, он не должен, ну, прислушиваться к вам не должен, понимаете. Мне кажется, что у отца есть, и он, в принципе, вполне имеет на нее право, вот, у отца есть своя какая-то вот такая, ну, поведенческая модель. Есть у вашего отца, есть у вашего отца свои приоритеты, есть у вашего отца свое видение того, как вообще все должно быть. И он это видение продвигает, просто потому что, и это нормально. А вот у вас своего видения, как будто бы нет. И в этом плане вы проигрываете. Мне кажется, что еще присутствует довольно сильно, еще присутствует чувство вины перед папой. за что-то, ну, вот, присутствует обида у него, что тоже не, знаете ли, не упрощает взаимодействие. Присутствует, конечно же, и некая подавленность, безусловно, присутствует некая подавленность, связанная с тем, что у вас, как будто бы, вот, своей жизни нет, вы говорите о том, что она есть, вы говорите о том, что она есть. А мне кажется, мне кажется, что своей жизни у вас нет, вот, и это, вот, является, очень серьезным, тоже, такой, очень серьезным препятствием для того, чтобы двигаться дальше. То есть, если вам ваша жизнь не интересна, а есть ощущение, есть такое ощущение, что вам сейчас ваша жизнь не интересна, то, естественно, вы будете, ну, пробуксовывать, да, вы будете буксовать, вы будете застревать, да, это нормально в данном случае. Поэтому я думаю, что, вот, вполне, вполне закономерно то, что происходит сейчас, и, естественно, вам нужна помощь, в первую очередь в обретении внутренней опоры, внутреннего, скажем, скажем так, фундамента, вот, для того, чтобы двигаться дальше. Без этого у вас, ну, просто, на мой взгляд, будет вечно, вот, такое, вот, противостояние, скажем так, с папой, вот, и которая, ну, по большому счету, ничем не окончится. Всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Удачи! 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 Продолжение следует...